МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...на кожным пятым сельско-господарчим предприемстве. Причим, это могут быть как отсутность элементарных умов для работников, так и незаконное использование природными ресурсами. Разом с экологами и представниками областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья у одним из рейдов принял дел Олексин Цюров. Если не лечить долготерминовых наступств чарнопольской катастрофы, то относить Брагинский район до экологично-несприяльных нелька в селеком разе у плане наведения парадку на земле іншим регионам он ничим не заступает, а тому и увага контролёров не только по шагу порушению природоохованного и санитарного законодавства. У акционерного товариства Брагинка, например, размова об тем, як примусить людей заховывать культуру на земле. Один раз туешь звалку кажуть, можно ликвидовать, але коли она возникает знову и знову, есть подстава задуматься над методами керавництва. Я всегда говорила, говорю, что есть кнут и есть пряник. Нужно уметь работать и с тем, и с другим, но не перегибать кнута, потому что пряник может потом не исправить. У Ксуп Брагинский основная увага сегодня под артовцы техники. Коли кажуть, тёплые надворы будут триматься и далей, то у другой полови соковика можно будет починать работу на палетках. Неких значных зауваг до культуры вытворчества тут до речи так сама нема, а вот на элементы доброго порадкования увагу звернули. Малая архитектурная форма сегодня это обовязковый элемент ферм и мехдваров. Подоходить ещё и старый трактор 70-х годов, и фонтан за русалкой. Фонтан, правда, зараз не працует, а русалка до места. Разом с ним контролёры означают, по культ природооховное законодавство выконывается не усюды. Сиротный бошзнашных проблем, так званые специальные водокористания, по свой час на территории Гуминской области пробурили клея трёх тысяч сведровин, некоторые пришли уже у непригодность, некоторые працуют, але часто незаконно. На сегодняшний день в Гуминской области более 200 предприятий сельхозхозяйственного назначения и разрешение на водопользование, на специальное водопользование отсутствует у 59 предприятий в целом по области. В том числе, если вот по Брагинскому району, такое разрешение отсутствует у одного предприятия. Проблемой можно лечить и наявность ферм, побудованных у 70-80-х годов. Вот в воде есть иные под тагочастные, а зараз уже состарелые технологии. Теперь тут и в плане охоты природы есть питание, и в плане створения нормальных умов для работы и от починку працующих. У некоторых из подарков спробують, нечто изменить. А я шмат, где спосылаются на отсутствие необходных сродков. Если недостаточно помещений, чтобы разместить те же санитарные бытовые для работающих, то иного способа, как их построить, не существует. А это требует значительных финансовых вложений и решений уже на уровне именно власти. Олег Сентяров, Евген Макеенко, Тайлерадо, компания «Гомель», Брагинский район. У Гомельской городской жильево-коммунальной господарцы до конца лютого будет працывать городская линия по теме изменений в системе оплаты коммунальных послуг. Только за два дни, на протягу которых працует линия, до специалистов за тлумачениями звернулося свыше 200 человек. И какие пытания возникли у гомельчан, доведалась Марина Северьянова. В ближайшие дни же хары Беларуси отримают студентские квитанции на оплату коммунальных послуг. Але уже зараз многие почали подличивать, кольки придется платить за воду, электричность, техобслуговывание по новых нормативах. Пытаний оказалось немало. До речи, ранее подобные звонки поступали на номер диспетчерской службы у Гомельской городской жильево-коммунальной господарки 115. Але их было так шмат, что вырешено было открыть городшую линию. Задать свои пытания можно на протягу лютого у будние дни с 9 до 17 годин по номере 70-37-81. В основном люди, конечно, интересуются тарифами на жилищно-коммунальные услуги и изменениями, которые введены указом, например, санитарная уборка подъездов, новая услуга. И второй вопрос, который их волнует в большей степени, это изменение платы за пользование лифтом. Разберемся, какие тарифы изменились и за какие послуги будем платить по-новому. Оплата за электроэнергию и газ повысится на 20% с уликом податку на добавленную вартость. Оплата за воду и канализацию, сходячи с попередних дадзиных, узрасте, прикладно, у 3,5 разы. Это, когда семья не будет выходить за межи установленного, что месячного объема споживания воды. Нагадаем, зараз это 140 литров на человека. Что до корыстания лифтом, то оплата этой послуги поделится на 2 пункты. Раньше у нас была услуга, называлась, плата за пользование лифтом. Люди платили 6 911 рублей за каждого проживающего, либо зарегистрированного в квартире, начиная со второго этажа, кроме детей до года. Значит, сейчас эта услуга разделилась на две. То есть сейчас появилась новая услуга техобслуживания лифта и плата за электроэнергию в лифтах. Вот техобслуживание лифта сейчас берется в зависимости от общей площади жилых помещений. И вот это у людей вызывает в основном много вопросов, почему все-таки так. А оплата за электроэнергию возмещается по фактическим затратам, которые понесла эксплуатирующая организация и будет выставляться жильцам непосредственно по факту этих затрат, полученных по сведениям Гомелинера. Нормативно оплату техобслуживания лифта уже затвержены. 617 рублей за квадратный метр квартиры. Например, для семьи с трех человек, которые проживают у квартиры площадью 48 квадратных метров, эта сумма складе около 30 тысяч. Плюс оплата за электроэнергию, что тратится на работу лифта. Это еще около 20 тысяч. Отримливается 50 тысяч в месяц. Для правнания у Снежни было около 20. А кроме того, изменения отбылись и в системе оплаты техничного обслугования подъезда. С пиралику работ, прописанных в графе техничного обслугования, не которые будут выключены. Например, уборка дворов, рамон покрытия проездов и проходов, догляд за зелеными насаджениями – все это оплатить мясцовый бюджет. А вот уборка подъезда уже за кошт насельництва. Усяго ж оплата коммунальных послуг у середнестатистичной двухпакайовой кватеры узрасте прикладна на 230 тысяч. Сродки, закономленные у вынику реформирования системы оплаты послуг ЖКГ, плануются накеровать на проведение капитального ремонта у жильевым фонде. Марина Северьянова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». До инших тем. На Гомельщине протягивается республиканская акция под назвой «Тут живе ветеран». За первый тыдень ее проведения на Гомельщине было установлено коляста специальных табличек, которые указывают на то, что в обранном доме эти квартиры проживают ветераны. За ходом акции сочат наши корреспонденты. До акции за инициативой проведения, которой выступило областное отделение Белорусского фонда «Миру», долучилися пионерская организация БРСМ и Союз ветеранов. Представники громадских объединений уразом отправились по черговым адресе, как замыцовать специальную табличку и подяковать ветеранам за перемогу. Я хочу вам сказать, что очень волнительно все это происходит, потому что эта акция – это повод для таких вот очень теплых, сердечных встреч. И, конечно же, ветераны благодарят, они очень рады, что о них не забывают. И что, несмотря на то, что юбилейный уже год 75-летия прошел, у них представители общественных организаций, в том числе фонда «Мира», частые гости. А для нас это очень большая честь и ответственность. На этот раз кастей с устрока у ветеран Великой Ачинной войны Владимир Афанасьевич Шкабарин. По столетию ему довелось совсем рано. Война увервалась у его житель, когда ему было всего 13. В 1942 году расстреляли батьку, а еще праздник – мать. Когда же хлопцы исполнилось 14, он пошел в партизаны. А в своем тяжком детстве сегодня он рассказывает пионерам, таким же подлеткам, яким он был и сам у годы войны. Дарочу, в этот день для теплой встречи с ветераном была еще одна нагода. Владимир Афанасьевич сустрел свой 88-й день народжения. Организаторы акции повиншовали его со святом, уручили подарунки и пожадали моцного здоровья. Люди не все же знают, старый-старый, а что участник войны не будет же. А сейчас люди подъезда будут видеть и знать, кто здесь живет. С благодарностью от своего имени и имени моей семьи, что о нас есть забота государства и нас не забывают. ГТС Устреча двух поколений устала стартом целого марафона мероприемства, промеркованных до дня юного героя-антифашиста. У каждой пионерской дружине в области пройдут сборы, на яких расскажут об юных героях войны. А кроме того, до конца тыдня свои места займут и яшек или сотни табличек с надписям «Тут живет ветеран великой шины войны». Сегодня означается «Международный день стоматолога». Для многих людей наведывание стоматологичного кабинета – тяжкое выпрабывание, не глядячи на то, что узровень развития медицины, дозволяя Амаль позбегнуть неприемных отчуваний в процессе лечения. Про историю и сучасность стоматологии, про людей, которые выбрали своей профессией – репортаж Дмитрия Котова. Свято стоматологам набывает с каждым годом свою популярность во всем свете. И оно установлено в гонор святой Аполлонии – християнской великомученицы. Лишится, что, коли узгадать ей имя, типа просить об допомозе, одразу проходит зубный боль. Святая заявляется заступницей як хворых людей, так и стоматологов. Первым, кто распрацавал методику лечения зубов, был Гиппократ. Однако, иначе, як специфичным, гэтый медицинский подыход не назвать. Знакомитый урач пропоновал позбавляться от зубной боли с допомогой гуртованного железа. Со старожитных часов и склався стереотип, что лечения зубов – это обовязково неприемная процедура. Многие из пациентов лечить так и сейчас. Боятся, боятся. Ну, конечно, сейчас уже люди более адаптированы, наверное, к стоматологическому креслу, потому что все-таки установки и современные материалы позволяют сделать эту процедуру менее болезненной. Сучастные методики лечения здействовали значный технологичный крок. Практично биосбольно выконываются усеи виды лечения зубов и деснов. Коррекция, хирургичные операции, а так само имплантация. Самое главное – сохранить свой зуб. И вот все сейчас технологии, я считаю, в стоматологии должны быть направлены на сохранение стоматологического здоровья. У семьи зятинства вядомая истина, что захворывание левш попередить, чем лячить. Кабметь здоровую и пригожую смешку, и при этом не быть постоянным пациентом-стоматолога, необходно выконывать звычайные меры профилактики. Каждый пациент, начиная с маленького детского возраста, должен получить консультацию. И должен быть мотивирован специалистом. Средства гигиены полости рта на сегодня их очень много, начиная от щеток, различных нитей, ополаскователей и прочее. И третье – это рациональное питание. Профессия стоматолога с кожным годом усе больше запотрабованная. Например, когда еще 20 годов тому конкурс у Белорусский Державный Медицинский Университет на стоматологию был один из самых невеликих, то зараз на дворот. А дремлюют в специальности только самые метанакерованные. Мама спросила, кем ты хочешь быть? Я подумала, ответила, хочу быть стоматологом. Ну то есть такое решение пришло буквально спонтанно. Я до того ранее не рассматривала такие варианты, что связать свою жизнь с медициной. Думала больше как-то о каких-то точных профессиях, например, инженера или экономиста, бухгалтера. Но в 10 классе не знаю, почему-то пустила у меня такая идея, почему бы мне не стать стоматологом. Кожный из этих урочов ясче и психолог, что день они допомагают пациентам передоливать страх. С ужасного уроча-стоматолога можно так само поравнать с мастаком альбо ювелиром, який карпатливо и самоданно працуе над створением соправдных каштовностей. Дмитрий Котов, Ялген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у областным центра отбылась коллегия информационного отдела Гомельской епархии Белорусской православной церквы. Головное мета мероприемства, разглядное больше поспеховых шляхов взаимодействия со сродками массовой информации. У делу коллегии традиции и инновации культура громадства особа приняли представники епархии органов улады, друкованных и телевизионных СМИ Гомельской области. На онлайн-сувязи с присутными так само знаходился старшиня синодального информационного отдела Белорусской православной церквы протеерей Сергей Лепин. Подчас мероприемства было подкреслено информация об деятельности епархии, якая заявляется у меды и просторы, необходимо не только быть цикавой читачам и телеглядачам, галонная медь водгук, и она повинна становиться глебой для глубокого анализу, разважания и асенсования. Внести Осветницкий выхававчий духовно-моральный аспект про заинформование насельництва, закликация года, доброчинности, милосердности, захавания историко-культурных и духовных каштонностей, а так само соправдных традиций православного народа. Подчас коллеги была так само закранутая тема створения цикавых сумесных социальных проектов, которые будут размещаться в интернет-просторы. Необычные уваги подчас открытого диалога и проведения наибольшь значных мероприемств, запланованных на 2016 год. Первый – это День православной молодежи, который 15 февраля пройдет. День православной книги. Будет подготовлен ряд мероприятий, мы их будем обсуждать. И также будем готовиться и к пасхальному фестивалю, и Дню Петра и Февронии, Дню Семьи, Любви и Верности. Эти информационные поводы послужат интересной публикацией, интересному освещению. И нужно выделить именно то зерно, которое будет интересно и читателю, и телезрителю. Новины регионы, информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. До новых встреч в эфире.